друзья всем привет на канале добрый фермер деда саша новая рубрика мое похудение как я похудел больше на чем на 20 килограмм вот практически за три месяца вот принципе не страдая не моря себя голодом вот поэтому друзья буду рассказывать о своих зарядках показывать а то что я делаю как я питаюсь что я ем то есть рассказывать целиком и полностью мотивации какие-то свои лайфхаки то что помогает не справляться вот поэтому просили получаете я хочу кубики хочу кубики не на лето а я хочу кубики до конца своей здесь земной жизни питание какое оно должно быть первую очередь оно должно мне нравится его я начинал какие дел коктейли с овсянки с блендером больше только не дел друзья всем привет вас приветствует на своем канале добрый фермер не саша друзья во первых для тех людей которые занимаются курицей птицы выращиванию и т.д. и т.п. не отписывайтесь я еще буду заниматься этим и вы увидите просто я отдельно завожу плейлист и по просьбам людей которые просили судя по прошлому ролику чтобы я немножечко снял моменты о питании своем вот поэтому друзья все кто знают меня раньше кто видел меня раньше я весил мой вес доходил до 107 до 109 килограмм даже бывали моменты и 110 килограмм моей жизни было сегодня у меня 85 килограмм и я сделал попытку и у меня получилось и вы знаете что самое интересное я начал получать от этого удовольствие я понимаю что сегодня большое количество друзей и как google говорит сегодня 30 процентов населения они сегодня страдают страдают ожирением то есть соответственно практически большая часть планеты ожиревшие чем те люди которые голодают сегодня поэтому друзья эта проблема с которой нам необходимо бороться и бороться необходимо первую очередь мне первую очередь я должен разобраться что мне нужно я пересмотрел за короткое время очень много различных моментов которые только существуют диеты кето диеты низкоуглеводные там низкокалорийные и тогда это очень масса 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 всяких моментов вот я пересмотрел я выбрал для себя какие-то моменты которые подчеркнул поизучал и начал экспериментировать и с питанием и спортом с активностью чтобы мне понимать моя цель для чего я хочу получить кубики на своем животе я хочу иметь не иметь лишнего жира в своем организме и я хочу быть здоровым не сегодня 46 лет и я понимаю что только по настоящему сейчас я себя начинаю чувствовать а именно мужчиной мужчиной в каком смысле у меня есть сила у меня нету живота который мне мешает нагибаться я поднимаюсь по лестницам я не задыхаюсь сегодня минимум прохожу 10 километров максимум 15 километров в день вот это уже длится на протяжении почти трех месяцев с 1 декабря месяца у меня начался этот мой марафон вот и я не думал что и впоследствии я вообще буду об этом рассказывать или что-то говорить вы показывать вот но раз попросили значит я начну делиться вот если вы видите у меня и прическа изменилась я отращиваю волосы хочу посмотреть как это будет я хочу кубики хочу кубики не на лето а я хочу кубики до конца своей здесь земной жизни вот я хочу иметь нормальное красивое тело для чего не за того что я себя люблю просто я хочу находиться в форме вот и поэтому друзья если в первую очередь как мотивация каждому из нас чтобы мы понимали моменты если это диета я в себе подразумеваю что диета она имеет какой-то определенный временной срок то есть соответственно она потом кончится и я начну опять этим заниматься тем чем раньше то есть кушать 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 еще раз кушать вот то есть соответственно мне нужно понимать что мне нужно не диета а мне нужно поменять свой образ мышления для того чтобы впоследствии мне стало интересно легко и комфортно я начал смотреть различные каналы смотреть ролики во первых по питанию потому что в принципе и 80 процентов может быть даже 85 процентов того чтобы мои кубики появились это не физические нагрузки как я раньше думал это не какие-то уморительные там сжигание 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 а это в первую очередь питание то есть я создаю дефицит калорий вот не профицит а дефицит именно то есть я потребляю меньше того что я трачу либо же наоборот можно говорить я потреб я трачу больше чем меньше я приобретаю вот какая-то абракадабра то есть получается то что я ем она должна быть меньше того что я потрачу то есть соответственно для этого что я делаю я делаю в первую очередь я начал активно заниматься хождением если поставил цель в день ходить понятно что 10-15 километров за раз очень тяжело я стараюсь разбить на три этапа я утром просыпаюсь я натощак еще ничего не применив я прохожу километра два два с половиной три это в районе занимают 25-30 минут то есть соответственно в этот момент я могу что-то почитать ну аудио какой-то я миду про прослушать могу в эти моменты послушать музыку какую-то подумать принципе сконцентрироваться на день вот и потом последствия конечно же я выбираю все какие-то моменты где можно пройти пешком я иду пешком вот поэтому друзья пересмотрите моменты я понимаю что те люди у которых есть руль я вспоминаю себя раньше с утра сел за руль и поехал у меня были такие моменты в моей жизни я помню я думаю людям которые много сидят за рулем им это понятно что когда ты утром просыпаешься тебе срочно за руль ты что-то выпил и побежал там походу какой-то fast food т.д. и т.п. приходил вечером наедался ложился спать утром ты просыпался голова вот такая и так это долгое 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 время длилось вот сегодня пересмотрел я понимаю питание то есть питание какое оно должно быть первую очередь оно должно мне нравится потому что то я смотрел там эти овсяночки там то то я пробовал и я буду показывать что я пробовал с чего я начинал какие я дел коктейли с овсянки с блендером боже что я только не делал я делаю яичницы жарил вместе с овсянкой жареной то есть но моменты много я покажу вами пойду сейчас я думаю где-то вы увидите фотографии где-то если кому интересно я обязательно сниму найти темы тоже какие-то видео какие-то ролики то есть я сегодня хочу первую очередь нас мотивировать для чего это мне нужно для чего мне нужно сегодня убрать живу для чего может быть какие-то бока или там бедра или попу что вы хотите убрать то есть не для того чтобы просто летом выйти на пляж и потом с осени опять начинать зачем когда можно просто вкусно красиво правильно питаться недорого потому что все продукты которые сегодня я приобретаю это практически а т.б. только единственное что сельдерей я наверное не покупаю потому что его в т.б. нету все остальные продукты которые я потребляю сегодня это все продается в простых элементарных супермаркетах вот поэтому конце ролика вы увидите блюдо которое в принципе мое основное на завтрак вот которое я делаю которое я люблю она очень быстро и вкусно вот поэтому друзья мотивация какая на сегодня что для чего это мне нужно определиться раз вторых понять что диета это не просто какой-то временной срок а это именно мое мышление вы образ мышления на последующую мою жизнь то есть в первую очередь что я должен понимать что у меня идет основная борьба это с инсулином инсулин моем теле это тот как правильно сказать инсулин сегодня в моем теле он отвечает за что для того чтобы тело всегда была сыта то есть когда попадает мой организм какой-то сахар в виде просто сладкий чай и сладкое кофе сладкое печенье торт выпечка что угодно быстрые углеводы когда попадает мой организм что инсулин делать инсулин делает сразу что он это сразу аккумулирует в жир потому что это то питание на его будущее которое она потом последствии организм и может оттуда питаться я вспоминаю такой момент у меня был где-то ориентировочно месяц назад я пять дней попробовал попаститься на воде то есть я отказался от пищи но отказался по пищи не за того что здоровье а у нас был ну я верующий человек у нас был пост я взял пять дней пост на воде вот я попробовал знаете так интересно первый день конечно же тяжело но на четвертый день я вспоминаю думаю надо поджиматься чуть-чуть попробую хоть подойду там разиков 10 и вы знаете я как втянулся я сделал полноценную тренировку отжался сто раз я присел сто раз вот я подел какие-то там моменты и я почувствовал что у организма есть сила то есть получается есть такой доктор беркель и борки не помню вот вот он его рассказывает какие-то диеты интервальное голодание тоже кстати очень много у него на канале чему но научился для себя что-то экспериментировал смотрел вот то есть мой организм начал кушать те продукты которые за те не продукты я еще просто мало подкован в этих моментах он начал то есть в нашем жилу сегодня есть вся та необходимая пища для организма начиная протеины начиная всякие именно кислоты и они еще даже лучшего качества которое сегодня мы можем приобрести откуда-то извне там с рыбы с какой-то хорошей с тунца с курицы откуда угодно с мяса то есть в нашем организме сегодня есть хороший колоссальный запас вот жира поэтому инсулин отвечает за то чтобы мой жир он аккумулировался то есть соответственно убрать в первую очередь что из своего рациона сладкое сладкое убираем но раз в неделю я себе позволяю как угодно можете называть этот день но я понимаю что я раз в неделю что мой организм и мое тело оно будет вознаграждено теми моментами что я терпел что я что-то мучился потому что иногда это хочется то есть я убираю сладко но я его позволяю себе раз в неделю вот после 6 я стараюсь практически не есть на ужин я ем ну там стараюсь творог ну что-нибудь легкое может быть салатик с капусточкой без каких-либо там заправок майонезов или т.д. и т.п. впоследствии конечно же это будет что я хочу я убираю у меня еще чуть-чуть остался маленький жирочек на животике вот я этот жирочек когда уберу все я начну полноценно нормально питаться я имею ввиду что он все равно в моей жизни уже фастфуда не будет моей жизни нету газировки сладкой воды и соков этого всего нету потому что это чистой воды сахар знаете я раньше потреблял большого количества я любил кока-колу кока-коле в маленькой бутылочке 0 5 20 ложек сахара сахар это конкретно убийца моего организма поэтому знаете сегодня мы есть очень большая статистика людей смертности например от наркотиков которые люди убивают свою жизнь от алкоголя или от дтп и вы знаете что самое интересное сахарного диабета гораздо больше людей сегодня погибает умирает чем от каких-то дурных вот этих вот привычек поэтому друзья я тоже бы пересмотрел ваш момент если у вас есть проблемы какие-то с газировками вот впоследствии короче я могу рассказывать и рассказывать и рассказывать потому что знаете как я заряжен на победу я хочу видеть у меня есть цель я понимаю что и потом этой цели просто впоследствии придерживаться сегодня я получаю удовольствие отжимаюсь в день сто раз я приседаю в день сто раз какое-то легенькое подтягивание брусья то есть я не хожу в зал хотя раньше я себя очень сильно морил 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 то есть именно физическими нагрузками и ничего не происходило вес стоял на месте на месте на месте я думаю что ж такое как живот был так и есть ничего не происходит а сегодня я понимаю да его но не втягиваю он еще какой-то чуток есть но я понимаю что сегодня я уже не тот саша который был раньше поэтому друзья я очень хочу найти темы делиться я буду дальше вникать поэтому если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста пишите я буду выкладывать ролики по питанию это будет завтраки обед и ужин и я буду дальше корректировать себя показывать как это происходит то есть чтобы вы видели что это все в реале вот поэтому за качество монтажа ну не судите вот поэтому как могу вот поэтому друзья всего доброго вам ожидают вас комментариев ваших ожидаю вас ваших вопросов всего доброго до новых встреч с вами как всегда на канале добрый фермер я саша почему добрый фермер я саша соответственно если вы глянете на все предыдущие мои ролики я думаю вы поймете поэтому друзья паки-паки всего доброго до свидания вот друзья завтрак буквально 15 минут делов это максимально вот что я люблю сельдерей грибочки 3 яичка чуть-чуть оливкового масла пол луковички я люблю перец хороший душистый я люблю приправки там всякие разные я люблю перец чили который был сухой ему перемыл у вот подсыпаю для остроты и любых мыли сунели не добавляю и превосходно на зеркалку приму и выживаю я бом forma снова даже не добавляю белый 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 Оливковое масло чуть-чуть Хотя можно и так жарить, но я люблю с оливковым маслом Вот на большом огне сначала разогрели, теперь на маленьком огне оно доходит Ну вот, друзья, вот такая красота у нас получается Вкусотища получилась за счет приправочек, очень даже красиво все Берите и наслаждайтесь едой Одному неудобно снимать, ну в общем, короче, это вкусно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!